Сегодня проходит акция «Час Земли», и мои подписчики попросили меня высказаться, что я думаю по поводу этой акции. Что ж, давайте поговорим об этом. Но прежде чем начать, хочу предложить подписаться на канал интересной неформальной девушки Джетли. У неё вы найдёте тёплые ламповые стримы, советы по имиджу, а ещё она разбирается в таблеточках. Ещё она пишет стихи и снимает клипы, посмотрите их в плейлистах обязательно. Блог весьма несистемный, поэтому вполне возможно, что вы оцените этот канал по достоинству. Ссылка в описании. «Час Земли» — это международная акция, в ходе которой организаторы этой акции призывают вас к тому, чтобы выключить свет в своём доме на один час. Организаторы этой акции действительно хорошо поработали и добились даже того, что во время проведения этого мероприятия гаснет даже подсветка самых известных зданий во всём мире. Акция имеет чисто символическое значение, то есть они не ставят задачи сэкономить электроэнергию или что-то в этом духе. Хотя, насколько я помню, в прошлых годах они такие цели всё-таки ставили. Но, как вы понимаете, это абсолютная глупость таким образом пытаться как-то сэкономить электроэнергию во всём мире. Или как-то улучшить экологию во всём мире, потому что электростанции всё равно не прекращают свою работу и нагрузка на эти электростанции по сути никак не уменьшается. То есть эти электростанции как работали, так и работают. Им, в общем-то, пофигу, выключаете вы свет или не выключаете. Но эта акция не совсем бесполезна, как может показаться на первый взгляд, потому что она всё-таки привлекает внимание общественности к проблемам экологии, на которые обычно всей вот этой общественности, как правило, насрать. А также я вижу здесь такой позитивный момент, что люди очень сильно прикованы к своим гаджетам, к компьютеру, к электроэнергии вообще в принципе. И это довольно неплохой опыт, потому что провести час без электричества жителям мегаполиса для него это самое настоящее духовное испытание. Вспомните, как давно вы вообще проводили время, не втыкая в монитор своего компа или не втыкая в зомбоящик. Многие люди уже давно забыли, что такое жить в реальном мире и постоянно проводят всё своё свободное время только где-то там в виртуальной реальности, не отрывая глаз от экрана монитора. И мне кажется, что одним только выключением света здесь ограничиваться не стоит. Ну просто потому, что всё равно можно вот выключить свет и сидеть, залипать в смартфон. Мне кажется, что настоящий час Земли должен проходить так. Вы должны, во-первых, выключить свет, во-вторых, целый час посвятить себя каким-то занятиям, которые не связаны с залипанием в телефон или в компьютер или в телевизор, заняться, так сказать, чем-нибудь аналоговым. Поиграйте в шахматы с друзьями, почитайте книжку под пламенем свечи, поиграйте на акустических музыкальных инструментах, займитесь рукоделием, ну и так далее, сами придумайте что-нибудь. И вот это вот будет действительно часть Земли, от которого уже будет действительно какая-то польза. Причём польза лично для вас, потому что таким образом вы, возможно, действительно немножечко подвыедете из этой системы и вспомните, каково это вообще жить настоящей жизнью. Но также я хочу сказать, что это не обязательно делать только 30 марта в 20.30. Я рекомендую такими практиками вообще во время от времени заниматься и не проводить всё своё свободное время только за компьютером и уткнувшись мордой в телефон. И поверьте мне, помимо цифровых развлечений, существуют вполне себе и развлечения аналоговые, которые ничуть не менее интересные, чем развлечения цифровые. Просто вы уже слишком сильно привыкли к этим развлечениям и слишком сильно от них уже зависите. Для многих людей такой цифровой образ жизни давно вошёл в систему, и вот это вот действительно важная проблема. А экономия электричества это уже, как мне кажется, дело десятое. Всё равно много так его не наэкономишь. Такие дела, чуваки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, целую. Всем пока. Гой гая. Слава лизарди. Пока-пока.